Проверке системы оповещения уделено особое внимание. В нужное время она должна работать без сбоев. А жители и гости курорта должны знать, что делать в этой ситуации. Основное, что требуется от сочинцев, переключить телевизоры на второй канал или на радио России. Именно там сообщат, что происходит и что нужно предпринимать. Как оказалось, многие жители и гости курорта не знают, что необходимо делать при звуках сирены. Но отмечают важность такого оповещения. Я думаю, что это актуально всегда и тем более в наше положение нынешнее. Я думаю, что это нужно. Но я как гость, я думаю, что для гостей должны быть такие памятки созданы, чтобы мы знали, что мы должны делать. Ну читал про это. Нужно включать телевизор, радио и слушать инструкцию, что там будут говорить. Ну если заранее предупреждать, наверное, спасет жизнь людям. Если заранее за нее предупреждать людям и говорить постоянно, что это означает. Потому что многие не знают, что означает сирена. Я, например, из Петербурга и звуки местных сирен еще не изучил. Я вот как раз шел и слышал эту сирену и недоумевал, что же она может значить. Спрашивал местных там в кафе. Но люди тоже были не в курсе, не смогли мне объяснить. Проверка сирены – не единственное направление по отработке внештатных ситуаций. В прошлом году во всех районах Сочи проходили учения. Участие в них принимали и местные жители. Отрабатывали все сценарии и алгоритм действий при ЧАЭС. Именно слаженная работа и отсутствие паники, как правило, помогает избежать жертв. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.